Вот ведущий специалист по палеонтологии южного берега Крыма Валентин Вербицкий. Твое мнение, можно в принципе что-то найти? Ну, может быть что-то где-то вымыло, но в основном оползневые блоки находятся выше. Вот, например, возле Круглого озера и на Березовом озере, там действительно есть окаменелости, и кораллы морского ежа я там нашел на Круглом озере. А здесь... Тому я находил. Здесь даже кораллов никаких, даже приблизительно ничего похожего. Где порода здесь нет? Нет, нет, тут вот флишь идет и такой, ну там, кварцит встречается немножко. В общем, сам факт, мы... Да, надо окаменелости искать туда выше. Мы озеро посетили. Вот мы сейчас, наверное, пойдем над карьером будем лазить, и там как раз-таки известковая шапка, где и находится в основном окаменелости. Очаг окаменелости. Да, да. Вот тут. Мы находимся на озере Ефим. Выше мы поднимемся, пройдем вдоль карьера, обойдем его и выйдем на озеро Круглое, где, в принципе, я и находил тоже окаменелости. Добрались до озера Круглого, и здесь по берегам можно искать окаменелости. Вот, например, что мы здесь сейчас нашли за 15 минут поисков. Ну, я присел на камушек прикурить, перекурить, нашел морского ежа. Тут же на Ренее встречаются кораллы разных видов. Такие вот звездочки видны. Ну, и пару слов для любителей палеонтологии. Значит, находимся мы на берегах озера Бирюзового. И вот здесь обошли его по кругу, и уже нас собирали вот так вот окаменелости. Ну, это всевозможные кораллы, достаточно хорошей сохранности. Также вот натику нашел, на Ренее здесь встречаются. Ну, то есть, достаточно богатый улов на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok